Квантовая электроника Квантовая электроника Квантовая электроника И фрагменты того, что я рассказываю, будут читать вам Арсеев, скорее всего, Петр Иванович, ну и ряд других сотрудников. Это как бы вводный курс, то есть он основан на неких эффектах физических, которые вы просто обязаны знать. То есть по истечении семестра этого, то, что от вас будет требоваться, это поэффектное знание неких таких отдельных 3 примерно главы. Вот, ну примерно 10 эффектов, какие-то оценки минимальные, да, это то, что выносится на зачет. Значит, взаимодействие излучения с веществом, да, ну из первого, да, термина квантовое. Значит, квантовое обозначает, ну в нашем понимании и вообще как бы впоследствии, то есть то, что не описывается классическими законами. Это во-первых. Во-вторых, ну традиционно вот в этот курс не входят полупроводники, не входят там никакие транзисторы, в общем вот взаимодействие света с, в частности, с полупроводниковыми структурами. Вот. Ну и вот так, чуть забегая вперед, общими словами, да, речь пойдет об очень широком классе эффекте, в очень широком диапазоне длин волн. Диапазон длин волн это примерно от радиоволн до гамма-излучения. Значит, я постараюсь как бы проводить эти лекции там, ну максимально в режиме, в общем, какого-то общения, чтобы обратная связь была. Ну вот попробуйте кто-нибудь назвать, что такое, какой диапазон соответствует радиоволнам, какой диапазон соответствует гамма-излучению. Какие-то идеи есть? Ну что-нибудь скажите. Радиоволны, давайте. Масштаб в сантиметрах, ну чуть побольше, да. То есть радиоволны диапазон это примерно 10 в пятый сантиметр, а гамма-кванты. То есть это большие длины волн, маленькие частоты, соответственно, да, значит гамма-диапазон, ну как следует из названия, да, это, наверное, что-то очень высокоэнергетичное, да, ну по длинному волну сколько это, гамма-излучение, ну рентген. Порядок ангстрен, да, то есть вот пишем 10 минус 8, 8 сантиметр, да, вот такое, значит, огромное, значит, 13 порядков, да, то есть и общие принципы какие-то взаимодействия излучения с веществом. То есть вообще как бы наука такая очень общая, как видно, из ширины диапазона. Ну и так к слову, да, вот видимый диапазон, собственно, для которого мы будем адаптировать, наше рассуждение в основном для наглядности, да, занимает очень маленькую часть этого диапазона, да. Видимый диапазон кто-нибудь может назвать? 380. Вот этого не надо, 380, это мы порядками мыслим, ну там, округляйте, 400 нанометров, да, значит, 400 нанометров до, ну давайте, 700, все-таки, да, вот так нанометров. То есть видно, что в масштабах, как бы, вот этих, да, 13 порядков, это, в общем, ну мизерная часть, даже октава нет. Ну октава это двукратное увеличение для волны, да, ну можно тянуть это до 800, да, получится октава как раз. На самом деле, вот это мизерная часть, да, понятно. Теперь сразу договариваемся о терминологии, о системе единиц, да, значит, мы работаем преимущественно на системе S, G, S, ну, E. В подавляющем большинстве случаев, да, никакой S не будет, ну так принято просто. Я имею право, да, вот диктовать свои условия. Значит, что это такое? Ну вот видите, у нас, как бы, сразу вот мы тут ввели в некий внесистемный единик, нанометр, да, нанометр, да, есть микрометр, да, смотрите так, МКМ, нанометр, да, ангстремс, да, сразу о чем, значит, мы договариваемся, да, чтобы не было вопросов. То есть в C микрометр 10 минус 6, да, 10 минус 6 метра, да, это C, это SGS, так, G, ставим, да, это 10 минус 4 сантиметр, то, что нас волнует. Нанометр, да, значит, 10 минус 9 метра, 10 минус 7 сантиметр, вот это самое. Ангстрем, 10 минус 10 метра, 10 минус 8 сантиметр. Вот он, да, Ангстрем. Кроме того, мы будем использовать разные внесистемные единицы, которые, ну, традиционно сложились вот в этой области знаний, просто по традиции, то есть так принято. Никаких причин особых нет, ну, так люди привыкли. Например, да, вот интенсивность света, да, вот принято вот в этой науке и в спектроскопии, которая является частью этой науки, да, измерять в ваттах на квадратный сантиметр. Ватт на квадратный сантиметр. Ну, то есть, как бы тоже внесистемные единицы, что ватты, да, это из си, а сантиметр, это из сгс. Так принято. То есть не спрашивайте, почему так. Так будет. Вот. Другая очень важная внесистемная единица – это частота. Да, значит, вот по жизни частота, ну, вот она так обозначается, или если это циклическая частота, да, это, значит, 2π делить на t, а это 1 делить на t, да. Циклическая частота и просто частота. Вот эти величины измеряются в обратных сантиметрах, а не в герцах. То есть вообще-то в герцах, да, обратные секунды, как отсюда видно. Вот. Но почему-то выбрали обратные сантиметры. Что это такое? Давайте оценим. Вот кто может сказать, сколько это, вот чему это равно в видимом диапазоне, ну, примерно, по порядку величины. 10-15 герц, да. Значит, примерно 10-15 герц, да, это очень большая величина. Вот хочется эти порядки лишние, чтобы их не тащить на вычислениях. Поэтому делят их на скорость света. Скорость света кто-нибудь помнит? 3 на 10-15 герц. Вот. Значит, скорость света, все, наверное, равняется 3 на 10 в десятый сантиметр в секунду, да. Но я пишу секунда, вообще принято s, да, ну, так тоже, чтобы не спрашивать. s, мало там, какой s. Вот, поэтому, значит, вот частота, давайте так, ню или там омега, да, в обратных сантиметрах, вот здесь, сантиметр минус первый. Это просто тождественная вот частота делить на скорость света. То есть по размерности, понятность, это герцы, то есть секунды здесь, здесь получается сантиметр, да, и секунда от скорости света в числитель. Поэтому остается сантиметр минус первой степени. Ну и сразу, да, вот если видимый диапазон 10 в пятнадцатый, делить на 3 на 10 в десятый, и 10 порядков уходит. Ну вот, то есть порядка 100 тысяч. Уже более-менее употребимо. А в области, скажем, собственных колебаний, там, решетки кристаллической, эта величина вообще оказывается очень так комфортной, в смысле, там это сотни и тысячи обратных сантиметров. Понятно, да? То есть не удивляйтесь, там, скажем, один из вопросов на зачете будет, там, чему равна, там, частота такая-то в обратных сантиметрах. Те, кто не ходил на первую лекцию, да, ну, сразу такие глаза становятся. Вот размер и размерность в сантиметрах минус первый. Вот если мы ее преобразуем в сантиметр минус первый, да, получается, вот, надо поделить эту величину на скорость света. Тогда получается минус первый. А так получится герц, естественно. Без этой штучки это будет герц. Так, что еще полезного? Электрон-вольт есть такая, да, величина энергетическая. Электрон-вольт, да? Это что такое? Это энергия, которую приобретает свободный электрон в разности потенциалов 1 вольт. То есть заряд электрона умножить на напряжение. Заряд электрон-вольт, сколько? Давайте в кулонах для начала. 10 минус 19. Так, слушайте, вы все знаете. Так, равняется 10 минус 19 кулон, да? Ну, это 1 вольт. 1 вольт. Вот. Значит, ну, давайте кулоны в эрге. Всего это получается, да, джоули, си. Да, вот в таких объединениях вольт и кулон, это си. Значит, получается 10 минус 19 джоулей, да? А в СГС надо перевести в эрге. Кто помнит, сколько порядков нужно скидывать? Феноменально. Равняется 10 минус 12 эрг в 1 электрон-вольт. Замечательно. С чем это надо сравнивать, по-вашему? Ну, не надо. Хорошо было бы сравнить вот такую энергию. Ну, можно сказать, да, хороший вариант. Но предлагается все-таки H омега, да. То есть есть вот такая вот величина, да, H чертой омега. Да, это квант энергии. Ну, фотоны. Кстати, в этом курсе никаких фотонов не будет. Иногда я буду делать такой экскурс короткий. Апеллирую к тому, что вы интуитивно представляете, что это такое. Хотя, в общем, мы совершенно этого не касаемся. Это целая отдельная наука, что такое фотон. Ну, такой вот такой вот. Вот. Значит, H омега – это энергия кванта. Да, давайте ее оценим там в середине видимого диапазона и сравним с этим, да, с электрон-вольтом. Которая, как видно, вообще не зависит ни от диапазона, ни от чего. Это определять только потенциалом и зарядом элементарным кулоном. Значит, H кто помнит? Вот это не надо. Да, все это 10 минус 27. Значит, это, давайте так. 10 минус 27. Я вас призываю, не надо помнить эти вот 1,6, там, не знаю, 1,69. Это забивает память. Потому что если обычно ошибаются в порядке, поэтому как бы это полностью нивелирует вот эти вот первые цифры, которые там стоят. 10 минус 27. А омега мы с вами… Ну, давайте один раз посчитаем, да. Там, это 2π, как я говорил, на t. Вот. Значит, смотрите, 2π. t, значит, это секунды, да. Давайте преобразуем это в лямбду и скорой света. Значит, здесь будет c, а здесь будет лямбда, да, правильно? Ну, в вакууме, очевидно. Значит, равняется. Значит, 2 это 2, π это 3, да. c. Вот тут важно, кстати, ставить эти вот числовые коэффициенты, потому что, видите, и π 3, и c там будет 3, и уже порядочек набежал. 3 на 3. На 10 десятый. А лямбда берем, ну, давайте возьмем середину видимого диапазона, да, значит, 500 нанометров, да. То есть 5 на 10, чего, минус 5, да. Вы проверяйте, если ошибаюсь. Запросто это что. 2 на 3 это 6, на 3 18. Делить на 5, примерно 3, да. Примерно 3, ну, с половиной, хорошо. 3,5 на 10 пятнадцатый. Чего? Это у нас герц, да? Герц. Значит, мы вычисляем с вами h омега, да. Значит, h омега равняется 10, 27, ну, в соответствующих единицах. То есть, это энергия, понятно, да. Это частота, соответственно, ну, понятно, какая разменность, постоянная планка, умножить на 3,5 на 10 в 15, равно 3,5 на 10 минус 12. Видите, то есть порядка электрон-вольт. Ну, а если быть точным, да, в 3,5 раза больше. Это середина видимого диапазона. То есть, теперь вы знаете, как отвечает на вопрос, сколько там, какая энергия в электрон-вольтах, там, ну, скажем, у излучения длиной волны 1 микрон. Понятно, да? То есть, это, ну, величина одного порядка. Ну, давайте, значит, поскольку это первая лекция, я пару слов скажу про богатую историю этой науки. Она, конечно, начинается, как вы думаете, с кого? Не-не-не-не, это вы загнули. Ланк – это 1900 год. Это вот это... Не-не-не, там не квантовый, я говорю, по эффектам, да? То есть, вот эффекты, которые связаны со взаимодействием излучения с веществом. Попробуйте. О, ну, а кто еще может быть, конечно. То есть, бывают там всякие Архимеды, вот, но это не про то. Да, значит, вот 1600. Я могу тут немножко брать с датами, но порядки будут правильные. Что-то Ньютон? Значит, какой эффект, который связан с взаимодействием излучения с веществом, он впервые исследовал. Дисперсия света. Слушайте, мне кажется, этот лишний вот в аудитории. Дисперсия света. Он неправильно я объяснял. Ну, вернее, это не совсем правильно, да? Помните, как раз он пытался ввести там корпускулы, что совершенно не требуется как раз для этого эффекта. Но, тем не менее, вот, количество исследования первое, да, проведено было именно им. То есть, он обнаружил, что какие-то прозрачные материальные тела, ну, диэлектрики, мы сейчас знаем, как они называются, при определенных условиях могут отклонять свет, да, и этот угол отклонения определяется длиной волны. Это и есть дисперсия. То есть, зависимость материальных свойств среды от длины волны. Хотя сейчас термин дисперсия, как термин, впрочем, когерентность и много других, но сильно опорочен, он имеет гораздо более широкую интерпретацию. Сейчас под дисперсией можно понимать вообще любую зависимость, да? Встречаю. То есть, дисперсионная зависимость, это как тавтология. Это значит, зависимость-зависимость. Какой встречает этот термин? То есть, еще раз, зависимость чего-то от чего-то можно кратко обозначать как дисперсия. Но это не относится вот к этому эффекту. Да, это вполне конкретно зависимость материальных слоев среды от длины волны. Так, 1730-й, это вот эмпирический закон Блугера, мы сегодня его прямо выведем там в две строчки, который показывает, что в поглощающей среде интенсивность излучения экспоненциально затухает. Это чисто эмпирический был закон, да? Хотя он, конечно, выводится на кончике пера в неких предположениях. Значит, 1780-й примерно, это Лоренц. Это классическая теория дисперсии. Дальше, конечно, Максвелл. Это уже еще сто лет отмахнули. 1830-й, 1850-й, я могу ошибаться по памяти, да? Это Максвелл. Проверьте вот эту дату. Может быть, я все-таки... Давайте, почти наверняка эта ошибка. Это какой-нибудь 1880-й. Лоренц все-таки. Извините. Ну и, наконец, вот... Вот здесь восклицательный знак, да? Это Планк. Планк. Что имеется в виду? Значит, прежде всего, для этой науки это понятие равновесного излучения, да, или теплового излучения. Мы об этом много будем говорить впоследствии, да? То есть излучение, которое находится в равновесии, да, ну, скажем, со стенками полости. Здесь возьмете какой-то, значит, объем, да, нагреете. Это понятие термодинамическое, да? Вот. Нагреете стенки до термодинамической температуры Т, то, оказывается, излучение, которое существует внутри, а что происходит? Это смеются, и у меня все время ощущение, что смеются надо мной, поэтому у меня сразу возникают дискомфортные какие-то, нет? Значит, если вы нагреваете полость, стенки полости, да, некой, ну, там, колбы до температуры Т, то спустя некоторое время принято считать, что излучение, электромагнитное, которое внутри есть, да, тоже имеет такую температуру. А как вывести это излучение из полости? Надо делать дырочку, да? То есть оно перестает быть черным телом, а у нас появляется дырочка. Но если дырочка маленькая, то оно почти черное тело. Вот считая, что то, что выходит через дырочку, имеет термодинамическую температуру Т, почти, с неким коэффициентом поправочки. Это тоже важно, как бы об этом говорить. Вот фактически это, как бы, вот на квантовом уровне впервые было объяснено, ну, интерпретировано Планком. Потом появились такие гиганты, как Бор, Эйнштейн, Гейзенберг, да, и фактически квантовая теория дисперсии, вот начиная с квантовой теории, да, это вот, как бы, год рождения, она бурными, там, темпами, семимильными шагами шагала по всему XX веку. Дальше идут более, как бы, прикладные, ну, местами аспекты. Это, скажем, 30-е годы, да, ну, прошлого века. Это, прежде всего, радиус-копископия. Ну, тут такие имена, как Блох, Феликс, Блох, Парсел. То есть, какие-то спецкопии, там, газовая, магнитная, ЯМР, да, ядерный магнитный резонанс, вот, и так далее. 40-й год, примерно на 40-й, тоже я не помню точно даты, он этот год ознаменовался тем, что наш с вами соотечественник, советский физик, российский советский физик, Валентин Александрович Фабрикант, его фамилия, который работал в Всесоюзном радиотехническом институте, это то, что сейчас стало МЭИ, он теоретически предложил использовать среду, в которой есть инверсия населенности, для усиления интенсивности света. Мы эти понятия сегодня подробно разберем. Что такое инверсия населенности, что такое интенсивность. Но вот этот случай отдельно как бы выдается, во-первых, тем, что действительно это была первая, ну, по приоритетности работа вот в этой области, а Нобелевская премия была дана через 14 лет, да, 54-й год, за эти эффекты. Но вот все-таки надо отдать должное, как бы это было сделано впервые им. Почему это не получило широкого распространения, потому что он опубликовал это не там, где, ну, давайте так, не в очень популярном журнале. Это к вопросу о том, где надо публиковаться. То есть, конечно, это выбор за вами, за учеными, но, в общем, конечно, хочется публиковаться и нужно публиковаться в журналах, которые имеют, ну, высокий рейтинг. Не забывая, конечно, о родных журналах, типа Вестника Московского университета, который никакого рейтинга почти не имеет. Но надо публиковаться, то он будет иметь рейтинг. Но все-таки, вспоминая фабриканта, будем делать выводы соответствующие. Очень важный, как бы, шаг на пути к созданию лазера. А лазер, это вот некая веха в этой науке, потому что это тот инструмент, который, как бы, ну, ознаменовал собой апофеоз, в общем, в науке. То есть, это сейчас вообще просто инструмент, как, не знаю, как автобус, там, не знаю, метро, или там указка лазера. Наверное, тогда это вот крупное научное открытие, которое, значит, достойно было Нобелевской премии. И вот теоретические аспекты, как бы, этого явления, то есть, лазерной генерации в оптическом диапазоне, не только микроволновом, как вы хотите, да, был полосной работой фабриканта. То есть, усиление в среде санверсии населенности. Дальше были, конечно, военные годы, сороковые, да, это радиолокация, безусловно, тоже, как бы, ну, понятно, за душой, как бы, что стоит, да, какие прикладные потребности, да, диктовали развитие этой науки. Значит, радиолокация, локация, война. Пятидесятые годы. Прежде всего, Фейнан квантовая электродинамика. Классическая электродинамика, это Максвелл, восемьсот пятидесятые, да, и двести лет спустя Фейнан, как бы, да, ну, считайте, завершил, как бы, да, достойно, уже квантовая электродинамика. Ну, и вот, 1954 год, да, это Нобелевская премия по физике Басов, Прохоров, Таунс. Ну, а то, первая количественная теория, ну, Мазера тогда, собственно, это неважно, Мазер, это инфракрасный диапазон излучения. Значит, Басов, Прохоров, Нобелевская премия, да, Нобелевская премия по физике. Вот, ну, и в эти же годы, вот, чуть раньше, да, Басов, Прохоров, количественная теория. И, собственно, они, что такое количественная теория, то есть порог, коэффициент усиления, они впервые рассчитали, вот, еще раз как бы подчеркиваю, это было немножко в другом диапазоне, то есть это не то, что это лазер, не видимый диапазон, да, а Мазер, инфракрасный, да, молекулами, аммиаками, занимались, СНЖ-3. Ну, и, собственно, вот, Нобелевская премия, 1960-й год, да, это Мейман, первый рубиновый лазер, да, красный лазер, с оптической накачкой, значит, тоже будем обсуждать, вам это прям параллельно считается курс, то ли физика лазеров, то ли лазерная физика, по-моему, физика лазеров, да, вот, ну, где, я так понимаю, об этом подробно будет рассказывать, или уже начали рассказывать. Дальше, в общем, вот, ну, это некий взрыв, да, то есть созданный инструмент, да, и вот до сих пор, даже до сих пор, мы пожинаем осколки этого взрыва. Во-первых, то есть, что такое, это лазерное разделение изотопов, лазерное охлаждение, спектроскопия, просто расцвела, то есть, это материаловедение, в общем, много-много чего основывается на применении лазеров. Второе направление, которое, собственно, вот больше мне по душе, поскольку мы этим занимаемся, это квантовая информатика, вот, то есть, экспериментальная ее часть, то есть, это квантовая связь, и то, что связано с квантовыми симуляторами, или квантовыми числителями, во многом опирается вот на, на, вот основные принципы этой науки, потому что это всегда взаимодействие излучения с веществом, скажем, если мы говорим о такой модели квантовых вычислений, как нейтральные атомы в ловушках, управление этим атомом, все происходит, берется один атом, он подвешивается в ловушке, да, и с ним идет, ну, буквально переговор, да, переговоры с помощью неклассических состояний света, то есть, можно возбуждать, там, некоторое время ждать, получать отклик, если атомы поместить на известном расстоянии, там, в линейку, или там, в некую матрицу, да, получается уже регистр, вот, и даже можно, сейчас, как бы, техника современной позволяет, и прямо, это можно у нас в лаборатории посмотреть, эти атомы ставить вот в виде такого висящего кристалла, то есть, атомы, которые стоят на регулярном расстоянии, скажем, там, порядка 3-4 микрона, да, в объеме, да, то есть, можно создать такую гексагональную, прям, решетку, из отдельных атомов, и с ними, с каждым, можно, значит, иметь, каждому можно иметь доступ индивидуальный, и все это построено, вот, поверьте, как бы, моему слову, и увидите там, через, я надеюсь, там, три месяца, что все это построено на очень таких элементарных, но фундаментальных эффектах квантовой электроники. давайте так, заговорим, основные понятия, двоеточие, надо давать, усиление света, усиление, линия света. Значит, еще раз повторяю, поскольку мы стартуем, как бы, с одной стороны, с нулевого уровня, то есть, эта наука только начинается для вас, с другой стороны, все-таки, вы студент физического факультета и кафедр квантовой электроники, то есть, наиболее продвинутая часть студенческого комьюнити, да, то есть, к чему-то можно апеллировать на уровне, там, интуиции, то есть, вы это где-то слышали, да, но на качественном уровне. Мы это вовсю будем использовать. Значит, смотрите, о чем пойдет речь, как раз тот самый случай, когда я апеллирую к вашей интуиции. Вот так обозначаются уровни энергии. То есть, где уровни энергии, это вот тоже можно отдельно обсуждать, но будем считать так, что вот основная, как бы, модель наша работающая, есть некая колба, то есть, стенки, объем задан, да, там летают какие-то одиночные квантовые объекты, типа атомов, например, ну, пусть нейтральные, да, чтобы не было взаимодействия. У атомов есть какая-то структура электронная, да, термы. Все это вы проходили, по идее, на младших курсах. Уровни энергии из всего спектра. Почему два? Потому что это называется двухуровневая модель, двухуровневая система. То есть, мы считаем, что существенным является поведение вещества. То есть, вещества представлены картиной энергетических уровней. Вот. Остальные уровни нам не очень важны, хотя иногда это совсем неправильно, это приводит к существенным ошибкам. Значит, они обозначаются буковками E1, E2, энергия, значит, еще одна оговорка, в этом курсе мы круглыми буквами E будем обозначать энергию, а вот такими буквами E, прямыми, будем обозначать напряженность поля. И не путайте, потому что, насколько я помню, Павел Ильич Славович Ильютин, прямо наоборот, никак с ним не удается договориться. То есть, мы иногда договаривались, но все равно какой-то сбой, в общем, происходит в какой-то момент. это поле, а это энергия. Теперь, значит, если я вот так вот рисую точку здесь, кружочек, это значит, что атом находится вот на возбужденном уровне, E2. Если я рисую вот здесь атом, значит, он находится в основном состоянии. В основном, в контексте двухуровневой системы. Дальше качественно, пусть атом находится в возбужденном состоянии. Если налетает фотон, опять тот самый фотон, пресловутый, о котором мы пока ничего не знаем, но интуитивно. Вот такая блямба с энергией H омега. Вот у него энергия H омега, да, а мы знаем тоже из общих соображений, что E2 минус E1 делить на H это как раз омега. Это частота перехода называется. Вот если частота, ну давайте так, излучение, которое налетает сюда, вот совпадает с частотой перехода, она еще называется Боровская частота перехода, да, это случай, так называемый, резонанса, да, то есть резонансная частота, и вот в этом случае возникает удивительный эффект, он называется вынужденное излучение. То есть один фотон, налетающий, да, вынуждает атом, то есть систему двухуровневого, перейти вниз, чтобы энергия сохранилась, да, эта штука излучает фотон. Значит, на выходе получается два фотона, то есть атом переходит вниз, да, становится здесь система, понижает свою энергию, но чтобы она сохранилась, он излучает дополнительный фотон. То есть вот на такой элементарнейшей схемке, где очень много натяжек, очень много, можно их потом перечислить, но опять, для сутевой части, как бы, сегодняшняя лекция, это не важно. То есть был один фотон, вещество было в возбужденном состоянии, значит, налетел фотон, вещество сбросилось вниз, и два фотона излучилось. Ну что здесь плохого? Обычно такие слова приговариваются, что вот это принцип копирования, то есть вот эти два фотона, они вот ничем не отличаются от исходного фотона. И еще это называется принцип когерентности, это сейчас такие лукавые люди, которые сильно прощают, называют это принципом копирования. Это неправильно. Почему неправильно? Потому что вот в квантовой механике есть одна из фундаментальных теорем, называется теорема о запрете клонирования неизвестного квантового состояния, который просто запрещает это. То, что нарисовано на доске, запрещено. Ну естественно, поэтому вот этому эффекту есть очень простое объяснение, то есть никакого копирования вот в этом смысле не происходит, и тоже мы это через 3-4 лекции с вами будем подробно обсуждать. Это связано вот чем, забегая вперед. Есть понятие вынужденного излучения, а оно характеризуется с некой скоростью перехода в единицу времени. Вот это величина W. Это скорость перехода в единицу времени. То есть она просто измеряется в обратных секундах. Штуки в секунду. Переход в единицу времени. Вот есть вынужденные переходы, а есть переходы спонтанные. Вот вынужденное то, что нарисовал, система находилась в возбужденном состоянии, налетела внешнее какое-то воздействие, внешнее поле резонансное, оно привело к тому, что система оказалась внизу. У нас спонтанные переходы, понятно, это то же самое, только без внешнего поля. То есть спонтанно, значит, без внешнего воздействия. Система может перейти вниз, без этого фактора. Но, кстати, есть переходы обратные. То есть бывают вынужденные переходы вверх. То есть есть налетающее поле резонансное, система находится внизу, когда фотон поглощается, а система переходит в возбужденное состояние. Это вынужденные переходы вверх. Короче, вот скорость вынужденных переходов относится к скорости спонтанных переходов. Мы с вами это строго покажем через 3-4 лекции. Равна числу фотонов в моде. Есть такое понятие. К чему я клоню? Нас интересуют случаи, вернее, не нас, мы с вами как бы подкованы в науке, а тех лукавых людей, которые говорят про принцип копирования фотонов. То есть в случае единичных фотонов, оно равно один. То есть видно, что если один фотон, как я нарисовал, то отношение скорости вынужденных переходов спонтанным, равно единичке. То есть система может, вероятность, 50% перейти вынужденным образом, 50% спонтанно. И назвать спонтанный излученный фотон как бы копией, конечно, нельзя. Понятно, да? Но тем не менее, мы, держа в уме такую научную подоплеку, тем не менее, оперируем в терминах переходов вниз под действием внешнего излучения и размножение фотонов идет. Если атомов много, ясно, что число фотонов будет экспоненциально нарастать. Вот мы сейчас попробуем это количественным образом как-то показать. Значит, смотрите, вот буковкой N большой мы будем описывать населенность уровней. Это число атомов единицы объема. То есть концентрация, в которой находится вот такая энергия. Вот здесь будем характеризовать этот уровень населенностью N2, этот уровень населенностью N1. Напишем такие простейшие, они называются кинетические уравнения для населенностей. Это, значит, четко кинетическое уравнение. Слева стоит изменение во времени производное, этой величины, а справа то, чем она определяется. ДН1 по ДТ. Изменение населенности нижнего уровня под действием внешнего поля. Отвердается, что эта величина имеет как бы два вклада. Один вклад со знаком плюс, один вклад со знаком минус. Для двухуровневой системы, что такое вклад со знаком плюс? Это приход частиц на этот уровень, но очевидно со второго уровня. Первый знак плюс, W. Еще одно правило. В квантовой механике, если речь идет об индексах, сейчас будут индексы стоять, они читаются наоборот. W мы договорились с вами обозначать скорость переходов. Вот тут имеется в виду скорость переходов с уровня 2 на уровень 1 со знаком плюс. То есть приход частиц на нижний уровень. с уровня 2 на уровень 1. Ведь в обратном порядке. Эта штука пропорциональна вот все вместе. Число частиц на уровне 2. Это приход частиц. То есть скорость перехода вынужденных под действием поля на число частиц. И со знаком минус. Минус W2,1, N1. То есть уход частиц с уровня 1 на уровень 2, пропорциональное число частиц на уровень 1. На втором уровне то же самое, но только со знаком минус очевидно получится. Давайте еще раз поговорим. Со знаком плюс. Это что будет? Это будет приход частиц. Значит, с уровня 1 на уровень 2, пропорциональное N1. И уход частиц 1,2 на N2. Ну, очевидно, равняется минус DN1 по DT. Да, я могу ошибаться, поэтому вы не стесняйтесь, как бы тут поправляйте. Значит, еще раз, вот размерности, да, значит, у нас тут фигурирует населенность уровня I2, да, это 1 на обратный кубический сантиметр. Это концентрация. Число частиц в единице объема на этом уровне I. Значит, W и J, да, это обратные секунды. Число перехода в единицу времени. Давайте рассмотрим наиболее интересный случай, стационарный он называется, когда вот эта вот величина не изменяется во времени, населенности. Ну, скажем, первое, поскольку они связаны, да, они, ну, совпадают с точностью до знаков. Давайте рассмотрим как бы случай стационарный, то есть Dm1, скажем, по Dt равно 0. Ну, и прежде чем напишу вот эту формулу важную, да, я, опять забегая вперед, как бы, оглашаю, он называется принцип детального равновесия, который гласит, что вынужденные переходы с уровня 2 на уровень 1, то есть это переход вниз, то есть вынужденное излучение, да, совпадает со скоростью вынужденных переходов с уровня 1 на уровень 2. И вот, как бы, при учёте вот этого фактора и стационарности, да, стационарные случаи, получаем вот такое соотношение. 0 равняется Dn1 по Dt равняется W на N2 минус N1 или правильно писать вот так, минус W на Δn, где Δn называется разность населённости N1 минус N2 Ну, и ещё одно, как бы, добавочное условие, что у нас N1 плюс N2 равняется константу, да, то есть это приближение двухуровневой системы. Мы рассматриваем динамику системы только между двумя уровнями, они не уходят. Населённость не меняется за счёт переходов на какие-то другие уровни, которые, конечно, всегда есть. Ну, в некоторых моделях, да, и причём это одна из наиболее продуктивных моделей вообще квантовой электроники двухуровневой. вот принимаются принимаются такие условия. N1 плюс N2 равняется константа. Посмотрите, что у нас получилось. Слева 0, справа стоит, ну, там, со знаком минус, W на Δn. Δn – это разность населённости. W – это некая величина, которая просто определяется, мы чуть позже её введём, да, просто внешним полем, то есть она не нулевая, она пропорциональна, там, интенсивности внешнего поля. То есть получается, что любое внешнее поле резонансное стремится к тому, чтобы населённости что сделали? А? Сравнились. Выровнялись, да. То есть слева стоит 0, поэтому справа должно быть 0. Это не 0, значит, это величина должна быть 0. Без перерыва, да? У меня осталось минут 15. Значит, Δn стремится к 0, да? Мы пришли к противоречию. Любое, сколько угодно, малое внешнее поле резонансное, приводит к тому, что населённости двух уровней выравниваются. Вот. Это некий парадокс в рамках вот этой модели простейшей. Почему он возникает? Ну, наверное, потому что мы в этих вот кинетических уравнениях что-то не учли. Вот. А не учли мы конкретно релаксацию, да, то есть вот факторы, которые определяются, вот тут я стёр, вот из части доски было рисуночек, да, например, спонтанным излучением, спонтанными переходами. Вот. Ну, опять, как бы от простого к сложному, да, то есть мы начали с некой модели, более-менее понятно, как она работает и понятно, почему она не работает. То есть вот это некое абсурдное условие. Но мы, в общем, ещё раз двигаемся от простого к сложному. Я попробую переписать вот, ну, аналогичное соотношение уже в точке зрения, ну, динамики фотонов. То есть у нас есть двухуровневые системки, вот эти вот атомы, которые летают по колбочке, значит, налетают фотончики, резонансные, да. На каждой системе происходит вот удвоение числа фотонов, если это вынуждено, если они находятся в возбуждённом состоянии. Вот для этого пишется, так называемое, уравнение переноса до числа фотонов. Вот так выглядит. ДН по ДТ. То есть Н – это плотность числа фотонов, плотность фотонов. Это штуки в кубическом сантиметре. Н размерность равняется 1 делить на сантиметр в кубе. Плюс НАБЛО, оператор, да, на такая величина F. F называется плотность потока фотонов. Плотность потока фотонов. Ну, имеется в виду такая моделька. Вот есть некое сечение, вот через неё проходят излучение, то есть нужно посчитать число фотонов, которые проходят через какую-то площадочку, да, это вот Н. Здесь стоит производная пространственная, да, чтобы он НАБЛО, это значит, пространственная производная, вот некой векторной величины. F это плотность потока фотонов. Значит, F это равняется просто Н, то самое число фотонов, ну, концентрация, умножить на их скорость. Она не обязательно С, поскольку речь идет о среде. То есть в разряженной среде это почти С, а в плотном диалектике, да, это вовсе не С, а может быть там в разы меньше. Ну и справа стоит как раз вот та величина, о которой мы встречаемся. Например, ДН1 под УТ. То есть изменение частиц, да, в единицу времени, а тут вот изменение фотонов в единицу времени. Это называется уравнение переноса фотонов. Ну и в стационарном по числу фотонов, да, тут размерность, давайте напишем, вот размерность вот этой плотности потока фотонов. Всегда, когда речь идет о потоке, да, это что-то, что проходит через единичную площадку, да, то есть это будет точно делить на квадратный сантиметр, да, плотность в секунду. Вот, но еще в секунду, плотность, да, в секунду. Давайте проверим, значит, это вот, может, я наврал. Значит, это 1 делить на сантиметр, я наврал, наверное, в кубе, а это скорость, да, сантиметр в секунду. Получается у нас сантиметр в квадрате в секунду. Не наврал. Да, значит, это, это вот площадка единичная, да, а это фактор плотности. Штук в секунду, в смысле. Так, это можно забрать. Если, я не быстро рассказываю, понятно, да? Если слишком понятно, могу быстрее в два раза. Теперь стационарный по, вот, по этой величине, да, случай, по числу фотонов, которые пересекают какую-то, значит, площадочку. Это у нас 0, да, 0. И получается, что в этих стационарный одномерный случай, одномерный случай. То есть тогда набло переходит просто в пространственную, там, производную, по Z, да, одномерный случай. И уравнение вырождается к такому, значит, D F по D Z уравняется D N 1 по D T. А эта штука вот в рамках нашей вот простой и неправильной модели дает минус Дельта N на W. Осталось теперь связать F и W. Ну, интуитивно понятно мне, да, и я думаю, вам тоже. Эта штука характеризует плотность потока фотонов, да, то есть излучение, которое вот попадает на среду. И скорость переходов тоже содержит величину, да, то есть, наверное, они пропорциональны, как в первом порядке теории в мужчине, в линейном случае, да, они пропорциональны. Если мы знаем, мы физики, да, чувствуем, что они пропорциональны. Пишем прямо смело, что F равняется W, да, вот линейная связь. Ну, и для порядка ставим коэффициент. Вот линейная зависимость. Плотность потока фотонов пропорциональна скорости переходов с коэффициентом. Размерность этого мы знаем. Размерность этого знаем. Это в каких единицах меряется? То есть сечение. Важное соотношение. Значит, размерность это квадратный сантиметр. Минус дельта Н сигма дубль В. О, извините. Вот я вам наврал, а вы съели. Вот смотрите, здесь стоит W, а здесь стоит F. Так лучше. По размерности зайдется. А в том случае не сошло. F. Ну, это хорошее уравнение. Значит, величина какая-то дифференцируется в пространстве, и она же производная пропорциональна этой величине. Это здорово. что получится, если продеференцировать? F от Z равняется некая F0 на E в степени минус давайте обозначить здесь альфа на Z, где альфа мы обозначили дельта N умножить на сигма. Это некая величина, которая относится к веществу. Вот мы их объединили, получилось альфа. Давайте размерность опять. Это обратные кубические сантиметры, это сантиметр квадратный. То есть размерность альфа обратный сантиметр. Как она называется? Ну, наполовину правильно. Смотрите, она стоит в экспоненте. То есть если альфа больше нуля, тогда фактически интенсивность, потому что интенсивность сейчас не будем сравняться дай бог памяти аж омега на энергия квадратная на плотность потока фотонов. То есть это фактически интенсивность. То есть если альфа больше нуля, то идет экспоненциальное затухание. Тот самый закон Букер. Если альфа меньше нуля, тогда экспоненциальное нарастание. То, о чем заметил Валютин Александрович Фабрикант. Когда альфа больше нуля, смотрим что такое альфа. Но сигма это очевидно неотрицательная величина. Дельта может быть либо с плюсом либо с минусом. Напоминаю, что дельта равняется n1 минус n2. Что такое n1 n2? Вы помните уровень. Нижний уровень n1 число частиц в единице объема. Верхний уровень n2. Значит в равновесной среде тоже опять вспоминайте термодинамика или статфизика в равновесной среде распределение населенности каким законом определяются населенность m2 уровня пропорциональ m e в степени минус энергия уровня на kt бойсмановское распределение. То есть чем выше энергия уровня за счет этого минуса тем меньше населенность в равновесном случае. есть но мало на пять минут примерно не с большой но я не дам вспоминайте энергия минус стоит чем выше энергия уровня в равновесии тем меньше вероятность найти систему на этом уровне чем меньше населенность поэтому в равновесии всегда низколежащие уровни более заселены чем высоко лежащие то есть если вырисовать такую диаграмму экспонента это населенность населенность скажем если у нас n2 а это n1 второй уровень меньше заселен чем первый поэтому в равновесии всегда n1 минус n2 положительное то есть альфа будет со знаком плюс и вот этот буггеровский закон дает нам экспоненциальное затухание в равновесии это значит что большее число частиц находится внизу поэтому внешнее излучение там поглощается помните из той простой модельки вот этой большая часть находится внизу поэтому налетающие фотончики поглощаются а вещество возбуждается а если есть инверсия то есть dn становится отрицательным значит что большая часть атомов находится наверху поэтому возникает усиление света есть еще один случай тоже об этом говорить подробно где-то дальше случай насыщения когда дельт равно нулю то число частиц на верхнем уровне совпадает с числом частиц на нижнем уровне в виде концентрации и что-то происходит со светом который проходит через такую среду ну да то есть просто не замечает называется эффект просветления то есть можно это вполне себе наблюдаемый эффект можно так вот приготовить среду накачать ее что внешний свет на резонанс не будет проходить не замечая это связано с эффектом насыщения давайте оценочку мы подходим уже к концу вот давайте вот эта формула бугеровская да на досуге подумайте да вот мы с вами 20 минут назад я вас убедил в том что эта модель неправильная там что-то не хватает мы приходим к противоречию сколь угодно слабое внешнее поле приводит к тому что населенности выравниваются и тем не менее мы засовываем эти формулы другие формулы получаем очень красивый закон который эмпирически был выведен там в 18 веке и работает где тут в общем где я слугаю подумайте подставим значит очевидный случай значит попробовать оценить усиление в е раз да то есть вот есть среда какая-то пластина есть внешнее излучение плотность потока фотонов да оно скажем в зависимости от знака альфа сейчас неважно скажем нарастает вопрос на каком какие параметры среды нужны для того чтобы скажем в е раз интенсивность увеличилась то есть показатель экспонента стал единичкой альфа з это равняется сигма дельта н на z да вот z это продвольная координата пусть это z фиксировано один сантиметр у нас равняется один сантиметр мы оценки делаем то есть нам нужно чтобы это все равнялось единичке тогда в экспоненте будет единичка это защищает экспоненциально в е раз увеличилась интенсивность один это один сантиметр сечение сейчас не важно надо чтобы в е раз либо увеличилась либо уменьшилась выбирать что хотите значит сигма нужны данные про сигма вот я беру как бы ну не от балды а просто вам сообщаю такое вот важное сведение что в случае определенной модели когда уширение спектральных линий или релаксация та самая которую мы выкинули сейчас пока из рассмотрения определяется спонтанными переходами это естественная ширина линий тогда сечение порядка лямбда в квадрате вот лямбда берем один микрон то есть 10 минус 4 сантиметр поэтому сечение оказывается порядка 10 минус 8 сантиметров в квадрате это вполне себе хорошая уже реальная модель физическая вот такое сечение соответственно значит смотрите это сантиметр единичка единичка это получает сечение 10 минус восьмой значит какое количество частиц необходимо для того чтобы в е раз интенсивность изменилась либо вверх либо вниз очевидно 10 восьмой штук вопрос много это или мало то есть дельта н у нас оказалось порядка 10 восьмой смотрите значит один тор там при нормальных условиях то есть один миллиметр ртутного столба это примерно 10 в 16 частиц штук на кубический сантиметр если число частиц 10 восьмой значит давление какое получается вторых то есть минус восьмой где-то я минус потерял вот здесь минус минус 16 значит 10 восьмой 10 минус восьмой тор давления я не правильского нет здесь плюс все правильно то есть давление 10 минус восьмой тор это сверхвысокий вакуум ну это так просто для понимания того какие масштабы величина то есть последний момент очень быстро я вам сейчас сколько я уже превысил совсем просто и вам это рассказывали или будут рассказывать в физике лазеров но все-таки мы до некой оценочке дойдем обратная связь понятия обратная связь значит у нас есть среда усиливающий допустим мы хотим получить эффект генерации как получается вы из радио физики наверняка знаете что такое генерация что такое усиление значит нужно положить на усиление и обратную связь некую поэтому ставится среда с некой альфа и в случае оптики она окружается двумя плоскими зеркалами вернее это важно для конфигурации поля но не важно для сути эффекта о котором мы говорим свет пробегает много раз через этот резонатор он называется резонатор фабри перо спектр такого резонатора содержит такие квидистантные пики частота спектр пропускания содержит отдельные узкие пики узкие это что такое значит если добротность этого резонатора высокая высота и ширина этих пиков высота увеличивается ширина сужается это есть добротность вот расстояние между ними обратно пропорциональной длине по оценкам давайте сообразить сейчас просто времени нет обратно пропорционально поскольку система видите как бы получается она замыкается при двух проходах значит нам нужно сравнить потери за два прохода с усилением значит потери это коэффициенты давайте это коэффициент отражения зеркала R1 R2 получается что R1 умножить на R2 это потеря а усиление мы с вами только что выводили E минус 2 альфа L где L это расстояние между зеркалами значит это потери а это усиление чтобы была генерация надо чтобы было больше единиц то есть равенство единиц это пороговый случай вот можно рассчитать ну скажем альфа что мы сейчас быстренько сделаем это последнее что сегодня будем делать закладываемся R коэффициенты отражения ну давайте я поскольку это считал значит 0,99 ну не очень хорошие но и не очень плохие 99% отражается от такого зеркала то есть получается мы считаем что R1 равняется R2 значит R2 R2 на E в степени минус давай так равно E в степени 2 альфа L отсюда получается 102 альфа L равняется 2 логарифма R но если посчитаете логарифм 0,99 это примерно это примерно 10 минус 2 вот отсюда альфа равняется 10 минус 2 делить на 10 порядка 10 минус 3 сантиметров минус 1 то есть тысячный обратный сантиметр ну вот примерно такие задачи будут на зачете примерно то есть я алгоритм показал как решается да ну дальше ваше образование я думаю которое укрепится к концу это семестр позволит вам такие задачи в общем щелкать на этом мы сегодня как бы заканчиваем существенную часть единственное как бы вот как завершение такой аккорда наверное вы поняли да что вот эта наука она ну можно считать многодисциплинарной то есть она охватывает много разделов физики термодинамика стат физика квантовая механика оптика там физика твердого тела да все это здесь значит будет концентрировано ну и собственно три кита о которых обычно говорят когда вот рассуждают вот там об этой науке да это значит инверсия населенности вынужденное излучение обратная связь это вот по эффектам все на этом мы заканчиваем существенную часть да и останетесь на там 5-10 минут я вам расскажу как будут происходить у нас отчетности а а Продолжение следует...